Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я хочу взяться в великолепие Твое, превыше небес. Христос Воскресе! Здравствуйте, дорогие телезрители! Я рад приветствовать вас на нашем телеканале, на нашей передаче. Идет Светлая Седмица, идет Пасхальная Седмица. Я уже говорил о ее уникальности во всех смыслах. И прежде всего это, конечно же, устав богослужения, который радостный, который весь поется, ничего не читается, часы не читаются, часы поются пасхальным чином. И все поется, то есть максимальная радость должна быть, и никто да не унывает, все радуются о Господе, как звучали слова, помните, в пасхальном слове святителя Иоанна Златоуста. Все, колено преклонять мы не должны и не можем по уставу. Соответственно, только радость, только, как поется в пасхальном каноне, веселыми ногами мы должны славить Господа. И действительно, это Светлая Седмица и богослужения Светлой Седмицы очень радостные, очень торжественные, очень ликующие и прославляющие Спасителя. И в богослужении в эти дни читаются, естественно, отрывки Нового Завета, и мы продолжаем с вами чтение книги Деяний Святых Апостолов. И сегодня перед нами вторая глава книги Деяний Святых Апостолов, стихи с 14 по 21. Вот как звучит данный отрывок в русском синодальном переводе. Петр же, став с 11, возвысил голос свой и возгласил им, «Мужи иудейские и все живущие в Иерусалиме, сие да будет вам известно, и внимайте слова моим. Они не пьяны, как вы думаете, ибо теперь третий час дня». Но это есть предреченное пророком Иоилем. «И будет в последние дни, говорит Бог, «И злью от Духа моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши. И юноши ваши будут видеть видения, и старцы ваши с наведениями вразумляемы будут. И на рабов моих, и на рабынь моих в те дни залью от Духа моего и будут пророчествовать. И покажу чудеса на небе вверху, и знамения на земле внизу, кровь и огонь, и курение дыма. Солнце превратится во тьму, и луна в кровь, прежде нежели наступит день Господень, великий и славный, и будет. Всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Итак, дорогие братья и сестры, мы сегодня продолжаем с вами чтение книги «Деяния святых апостолов». Как и во весь пасхальный период, будет прочитана данная книга. Не целиком, но практически самые основные, все важные стихи. И сегодня мы читаем с вами вторую главу, стихи с 14 по 21. И, как я уже сказал, хронологически здесь идет повествование, идет повествование о явлении воскресшего Спасителя, затем Вознесении, Пятидесятница. Но так как мы еще ожидаем этих дней, они будут, отрывки, посвященные данным событиям, будут читаться в самый день праздника. Но сегодняшний отрывок, он неразрывно связан с событием Пятидесятницы. Когда Дух Святой сошел на апостолов, и они уразумели все тайны Евангелия, все тайны того, что Господь говорил им. Он говорил им притчами, он говорил им порой прямо, порой прикровенно. И вот они уразумели все, потому что, как мы видим из первых строк, первой главы книги «Деяния», они еще до конца не понимали, до Пятидесятницы, что произошло. Они ожидали царствия земного, а случилось царствие небесное. И им было достаточно сложно воспринять, потому что Дух Святой их не осветил, не осеял их разум. И они еще не приготовились, не поняли, что произошло. А сейчас они поняли, и многими свидетельствами это было показано, знамение, да, они говорили на языках, заговорили на языках, которые понимали другие люди. И вот этот вот отрывок, он будет считаться как раз-таки непосредственно о Пятидесятнице в день Святой Троицы, в день Пятидесятницы. А сегодняшний отрывок, он идет сразу же за событиями Пятидесятницы. И нужно его рассматривать в контексте вот этих вот событий в день Святой Троицы. «Петр же, став с одиннадцатью, возвысил голос свой и сказал, и возгласил им, кому?» Вот когда Пятидесятница произошла, множество людей пришли, это же было и иудейское, Пятидесятница, так же, как и Христа распяли под иудейскую Пасху. И вот была иудейская Пятидесятница, пришли множество людей из диаспоры иудейской отпраздновать иудейскую Пятидесятницу, и увидели вот, что увидели. Увидели апостолов, говорящих языками, и подумали, что они пьяны. Третий час дня, это утро по-нашему. Соответственно, они, насмехаясь, говорили, они напились сладкого вина. Вот в этот утренний день они опьянели, их разум затуманился, и они делают не пойми что. Говорят какими-то языками. Но Петр встает и произносит свою проповедь. На самом деле, это очень интересный момент, потому что сама книга Деяния, она очень структурирована, здесь четкая структура. Свои есть темы, которые развиваются, и потом есть некие, такие, знаете, суммарии, которые в нескольких общих стихах подводят итог какой-то теме. И также книга Деяния наполнена речами. Мы знаем, есть речь и апостола Павла в Ариапаге о финском, речь и апостола Петра будут вот речи. И сегодня мы вот одну из таких речей прочитали с вами. И будет речь еще и архидиакона Стефана перед побиением камнями. То есть это целая такая особенность книги Деяний. То есть на эти речи нужно обращать пристальное внимание. И сегодня вот как раз-таки такая речь апостола Петра. Сегодня мы начинаем эту речь. Вот он говорит в день Пятидесятницы вот этим людям, которые насмехаются над апостолами, думая, что они опьянели. Что же говорит апостол Петр? Мужи иудейские и все живущие в Иерусалиме. Да, то есть мужи иудейские это те, кто пришли из диаспоры на праздник, а те, кто живут в Иерусалиме, соответственно, понятно, это местные. Сие да будет вам известно. И внимайте словам моим. То есть такое усиление. То есть вы должны знать, поэтому слушайте внимательно. Они не пьяны, как вы думаете, ибо теперь третий час дня. Утром никто не пьет, по крайней мере, в те времена. Но это есть предреченное пророком Иоэлем. Первая отсылка на Ветхий Завет. На самом деле, очень много отсылок на Ветхий Завет, на книгу, вот пророческие книги, на псалтирь будет много отсылок, потому что действительно вот эти пророческие слова Ветхого Завета, они исполнились на Христе. И эти слова понимались всегда как слова о Мессии, о грядущем Царстве Божием. Но вот как видели это Царство, это уже второй вопрос, потому что кто-то, большинство, видело и ожидало, именно, да и сами апостолы в начале книги Деяний говорили о том, что Царство Израиля, то есть земное Царство. Люди ожидали земного Царя и земного Царства. Люди ожидали Мессию как полководца, а не как Сына Божия. Поэтому они его и не поняли, не распознали. Даже сами ученики не до конца это поняли. Только благодать Святого Духа открыла им очи духовные. И вот идет отсылка на пророка Иоэля, где говорится о том, что будет происходить, какое знамение Нового Завета, какие знамения новых времен на отношении с Богом будут. «И будут в последние дни, говорит Бог, излию от Духа моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши, дочери ваши, юноши ваши будут видеть видение, и старцы ваши сновидениями и вразумляемы будут. И на рабов моих, и на рабынь моих в те дни излию от Духа моего будут пророчествовать. И покажу чудеса на небе верху, и знамя на земле внизу, кровь и огонь, и курение дыма. Солнце превратится во тьму, и луна в кровь, прежде нежели наступит день Господень великий и славный». То есть мы видим, началась эпоха, предсказанная Иоилем, но она еще не закончилась. День Господень, это день его второго пришествия, да, в его славе. И будет всякий, кто призовет имя Господне, спасется, да, то есть эта тема актуальна для Ветхого Завета, да, тема суда Божия, она актуальна и для нас сегодня, потому что мы тоже ожидаем суда Божия. Суд еще не совершился, совершилось домостроительство нашего спасения, но вот как мы к этому спасению подойдем в своей личной жизни, вот так суд над каждым из нас и произойдет. Но прежде чем будет суд, прежде чем будет день Господень, да, славное его пришествие, не в образе раба, для того, чтобы он спас нас, а уже в образе царя, да, судьи. Соответственно, вот последние дни они наступили, мы живем в эти последние дни. Благодать Святого Духа изливается, юноши и девушки и старцы пророчествуют, мы знаем, что и сновидениями вразумляемы бывают, да. Налицо апостол Петр указывает, что вот дни эти настали. Они тогда еще не понимали, как долго эти дни продлятся, а вот уже две тысячи лет они длятся. Но они настали, это самое главное. И мы ожидаем дня Господня, дня суда общего, и мы ждем вот этого конца этого мира, греховного и падшего, поэтому говорит Иоанн Богослов, не любите этого мира, возлюбите небесное Царство. Поэтому к этому будем стремиться, прославляя воскресшего Спасителя. Всем радости о Господе. Христос воскресе! Господи, Господь наш, як отчудно имя Твое по всей земли, як отчудно имя Твое як взяться великолепие Твое превыше небес. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...